Вон куда Ася залезла и сидит. Ася, не знаю как будет спрыгивать, то высоко в принципе. Вот любит она на шкафы всякие залазить. Я просто слышу, она вот там сидит и в окно смотрит на краешки того вот этого. Да, вон там она сидела на шкафу и в окошко глядела. Сейчас ляжет, да, она будет лежать. Вот сейчас надо скорее убирать эти суммы. Сюда она хочет спрыгнуть. Сюда я сниму. Вот на этот комодик она спрыгивает. Вот сейчас приготовилась спрыгнуть. Нет, это тоже надо было. Вот тут. Только не через цветок. Ну вот так и сейчас выдели место тут. Да, не надел первый раз вот эту новую шапочку, которую мы заказывали на Али. Это яркая такая. По маршруте, Дань. Дань сегодня пошел без Маши. Бабушка его проводит, потому что она идет на улицу. Ну вот, пошли они. На улице вот так вот прохладненько. Плюс 10 где-то. Люди уже идут в таких куртках, пуховиках. Дань такая яркая шапка. На дороге его будет хорошо видать, когда он будет дорогу переходить. Мне это нравится. На улице у нас поливает дождик. А мы лежим в кроватке и кисть лежит вот так вот Ася. Вместе со мной. Посмотрите на нее. Вот так она подушечка. И мурлыкает, да. Свернулась калачиком. Она вот так любит лежать очень. Приходит, ложится и спит. Так, Таня в школе. Время у нас 9. Я еще часик полежу. И буду делать дела. Вот он. Курчание. Камеру. Для любителей кошечек. Итак, покажу небольшие покупочки. Наши небольшие покупочки. Картофель на 60 рублей. Килограмм за 25,90. Вот. Морковь. 26,40. Килограмм по 28,90. Шоколадка такая, кстати, очень, даже ничего вкусное. Есть такая шоколадка с девочкой. И вот с мальчиком. Очень сильно отлично. На 1 сентября мы покупали детям. И вот им понравилось. Взяли еще. Шармель. Кастила клюквенная. Нури. Чай. Черника и мята. Капуста вкусная. 112 рублей. Килограмм за 129,90. Брокколи за 87 рублей. Килограмм по 159,90. Минералка славяновская. Варенье брусничное. Пельмени с сибирской коллекцией, как обычно, которую мы берем. Туалетная бумага зевоп. По ценам, если быстренько пробежаться, то что я не говорила, то туалетная бумага 61 рубль почти. Пастила 82 рубля почти. Шоколадка учись на отлично 72,70. Пельмени 455 рублей. Чай Нури 41,77. Варенье 104. И славяновская вода почти 21 рубль. Ну, в общем, чек на 1105 рублей. Всем привет, ребят! Сегодня у нас шестое. Среда. На улице погода 10, почти 11 градусов. Всю ночь шел дождь. Холодно, зябко. Я встала и делаю детям кексики. Время сейчас у нас 7.15 утра. Детям вкусный завтрак. Мы собрались на собрание. Все, в 6 часов собрание. Пойду послушаю, что скажут. Бабушка идет к Маше, а я иду к Дане. Дождь гремит. Кошмар какой. Погодка. Люди зонтиками, а я зонтик не взяла. Пошли. 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 Кошмар. Кошмар. Зонтикненько. Время так Первая школа, новая семья. В том году наша школа произошла в том, что мы занимали весь 23-е место по Москве. То есть в том году мы не попали, а по запросу, а в этом году мы, можно сказать, больше усилили старшей школы, потому что олимпиады в основном старше школы, но попали на весь 23-е место в ТОРГУ. Это очень хорошо и достаточно. Второй вопрос. Лезть у вас и прилетели, потому что было в том году. В этом году тоже самое будет, там очень прилетели. Олимпиады. Ну как было в школе, у нас очень мало олимпиад. Так, в основном это музей Парк-Усады. В Московской альтернат-школьнику. Это у нас был статус. В принципе, вот эти альтернат-группы соединения можно встретить в школах. И чтобы мы знали, что будет уходить у нас в РПК. Но также в РПК у нас входит, естественно, опоздание, как в том году. Да? Форма. Учитывается опять. И огромные курсы. Ну, связи с детьми, потому что нужно как-нибудь более формы. Потому что там и немецкий, и лингвистический класс, там полная программа. Вся остальная программа, там 3 плюс 2, там есть математические классы, дети туда уходят, некоторые поступать. То есть тут надо быть в контакте и с самым руководителем, и со своим педагогом. Порекомендуем ли мы, не порекомендуем. Потому что да, просто класс тут один, а лингвистический другой, да? Это понятно, да? Объясню. Порекомендуем. Порекомендуем. Так что в математической классе. Не каждый ребенок, который решает простую математику, решит вопрос. Так что, пожалуйста, тоже в тесном контакте с учителями. Если какие-то вопросы, обращаются к Александру Сергеевне ко мне лично, например. У нас есть в журнале опция «Личные послания». У нас есть в части приема. Но для того, чтобы мы вас ждали, надо записаться, чтобы мы знали. Когда они сидели, например, с 8 утра, даже не пойми, какого вечера, а вдруг кто-то придет. То есть все это заранее поваривается. Понятно? Спасибо, успехов. Всего доброго. Вышло из собрания. Стемнело 7 часов. Какие бабочки. На улице идет дождик. Стемнело уже совсем. Вот так вот горят раздевалки. Все, собрание закончилось. Иду домой. Бабушка еще осталась, потому что Маша на собрание еще, наверное, идет. Не знаю, звонила, но она не отвечает. Иду домой и будем еще делать уроки. Наросит мелкий-мелкий дождик. Я, кстати, одела новые ботинки, которые купила. Они как раз сейчас на осень отлично. Ладно. Дома, может быть, что-нибудь поснимаю. Или когда будет что-то интересное. Нам нужно нарисовать робота своего и написать текст про него. Таня сейчас как раз этим и занимается. Нарисует робота.